Всем привет! Сегодня мы с Аленой собираемся на концентрат. Кто ходил туда, тот знает. Там собираются люди, которые хотят открыть свое дело, либо мотивацию ищут какую-то. Очень много можно приобрести там каких-то знакомств, собрать для себя компанию для организации своего дела. Также там рассказывают, как перестроить свое мышление, посмотреть на какие-то взгляды с другой стороны, рассказывают о структурах бизнеса, с чего начать, как это вообще организовывается. Если у вас уже есть свой бизнес, люди записываются на масштабирование, и эта организация составляет вам целую систему по маркетингу, по развитию бизнеса, по привлечению клиентов, инвестиций и так далее. Даже если у вас бизнес не получится, вам вернут деньги. Ну, конечно, если вы будете следовать всем пунктам, которые вам говорят. Я думаю, это будет интересно, даже если кто-то не собирается открывать свое дело. Там все равно призывают к мотивации, все это подробно рассказывают, что пора действовать, что не надо сидеть. Там человека заряжают положительной энергией и отделяют как общие массы, чтобы вы посмотрели на жизнь другими глазами. За 20 секунд цель, чтобы человек с вами захотел пообедать. Поехали! Готовы? Готовы? Три, четыре! Ещё раз! Три, четыре! Когда я подниму руку вверху, выниму! Куда я попал? Эта секция! Надо уезжать! Эй! Хоу! Эй! Хоу! Эй! Хоу! Эй! Хоу! Эй! Хоу! Эй! Хоу! Эй! Не стало так легко дышать в открытое окно И повторять цель лишь одной А теперь все вместе, ребят! Смотрите, итак, для этого мне понадобится... О, дети! Всё, друзья, до свидания! Я пошла детям показывать. Всё, фокусы. У меня настоящие 5 рублей. И сейчас я вот это... Вот, вот, вот. Можно чуть-чуть, Софа, я тебя подвину? Потому что здесь... Смотрите, у меня вопрос к вам. Что самое главное для фокусника? Ассистент. Три. Отвлечь внимание. Отлично! Слушай, браво! Первый человек сказал правильно! Хорошо. Как фокусник отвлекает ваше внимание? Разговорами руками. И движениями, правильно? И вот, смотрите, я сейчас возьму и вам сейчас всё это покажу. Для этого мне понадобятся салфеточки. А вот эти салфеточки... Я с детства всё время эти все фокусы раскрытию. Смотрите, это всё возможно и сейчас вы это увидите. Спорим на твою книгу запуска? Спорим на один вечер со мной? Я тебе такой вечер запупеню. С мыльными пузырями там будет. Смотрите, дело в том, что мы с Юлей просто в туалете договорились, что она вас всех отвлекает. И пока она вас отвлекает, у меня фокус получит. В этой руке? В левой. То есть, вы думаете, в левой она? Нет, уже в правой. То есть, в правой. Подождите, в левой или в правой? Тамара, какой? Всё время меняешь. Ну сейчас я вижу. Хорошо, в какой? В какой? В левой, да? Да нету, нету. То есть, на самом деле её нету. Посмотрите, её нету. Её нету. Нет, она здесь. Посмотрите, вот она она. Смотрите. Раз. Два. Та-дам. Ни хрена себе. Вообще, да? Можно похлопать, друзья. Здесь можно найти людей, которые вас интересуют. Здесь фотографы. Модельеры. Экономисты. Бухгалтеры. Всех. Все контакты. Ищешь. Ты с этим связываешься для развития бизнеса. Классная тема. Вот, по завершению, началась дискотека. Сейчас будут раздавать сырные напитки. Готовятся уже... Готовятся выходить с персидёрши. Но сейчас поменяется всё в корне. Это всё было так завалонировано, что никто ничего не заподозрал. В ними. В мире. В мире. В мире чемпион. Слушай, ну ты говоришь как-то неубедительно. В мире. В мире. В мире. В мире. Наступил последний, завершающий третий день концентрата. Каждый день нужно выполнять домашние задания. Есть такая, в своём родном тетрадка. Она немножко, правда, у меня затёрлась в сумке. Победа часто достигается не силой, а волей, концентрат Так, закрытая группа Вот первый день, день запуска Что нужно здесь поменять для тебя, чтобы ты для себя подчеркнул После второго дня нужно сделать вот это задание Я еще не приступал, но я думаю, у меня есть еще время Не надо никого винить в каких-то бедах Если что вокруг все у вас происходит, только виноваты вы И вы только можете поменять все окружение, обстановку и в целом свою жизнь Сегодня мы поедем вместе с Аленой И вы сами знаете, что Алена Капуша у меня Поэтому пришлось ехать на такси Я вчера и то приехал достаточно вовремя И то еле нашел, где поставить машину Буквально там еще идти до нее, 200 метров А я вот выплясываю здесь Вместо концентрата сегодня в роли зарядки такие вот опражнения Три и четыре, треть и жей Светлый, треть и жей Светлый, सветлый, розови, два, три и четыре, треть и жей Папа, работосподин 없어요 Выберите себе партнера, партнершу Да, давайте поставим букв на камеру А партнер сейчас стоит Вот в суздом, вы хотите держать Вот так Нет? Нет? О, нет Вот начался обед, мы пришли в Унипису, как раз возле моего университета, Технологического государства, возле моего, ладно, вот, и здесь довольно-таки цены, очень демократичный, оказал свинину с грибами, с сыром, с помидорами, всего 190 рублей. Алена, это не впервые? Нет, здесь не впервые, я тоже училась, здесь вот буквально аллейка, которая ведет к универу, где я тоже училась, потом Сережа учился тоже. И я, знаете, сижу и думаю, блин, это же в Москве уже таких цен не будет. Ну, то есть униписа, она реально очень дешевая, и тут, ну, как бы неплохо. У меня еще кардос, конечно, рестораны, но за, там, салаты есть по 80 рублей какие-то, представьте, там, чуть ли еще и не с пармезаном, ну, типа оливьешком, то есть все очень, ну, такое, чисто на студентов, ну, как бы нормально делают. И вчера Сережа рассказывал, он не успел поесть. Не, не рассказывал. Не рассказывал, что такая толпа набежала в перерыве между, ну, как бы обедом, в обед, с тренинга, что ему не успели принести его уйду за час ожидания. И мы сегодня свалили на 10 минут раньше, чтобы первый, тут еще полупостой зал, сделать заказ и как бы успеть покушать, потому что для меня это будет прям, ну, стресс. Если я буду голодная, придется догоняться какой-то фигней, ну, и я потом буду думать, что это лишние 3 калории, которые пойдут не тема, короче. А так съем свои 33 блюда. Ну, мой стол. И продолжу обучить. Когда заказывал свинину с картофелем, мне сказали, вот 15 минут ждать. Ну, когда мы уже сидели час, все поедут, все поели, кроме меня. Мне сказали, вот, через 2 минуты. Я говорю, спасибо, уже не надо. Сегодня я опять заказал это блюдо, наконец-таки, я думаю, попробую. Вот, Ален, на блюдо быстрее пришло. И сколько оно, 50 рублей такое блюдо? Или 40? Я не смотрела на цену. Я уже... Давно ли ты не смотришь на цену? Ну, воспитываю себя хотя бы в студенческих пиццериях. Ну, выглядит довольно-таки аппетитно и пахнет тоже, кстати. Я прямо рада, потому что я уже сидела, начала грустить, что я не наемся. Думаю, блин, надо было заказать, ну, вот я заказала. С хлебом, может? Потом думаю, надо было еще суп заказать, еще то, еще то. Здесь нет, принесли довольно много, и есть шанс, что я наемся. Маленький, но есть. Маленький, да. Вот мне принесли свинину с грибами, с сыром. Знаете, хоть и миски такие, действительно, как студенческие, и вилки такие порожняковые. Ну, вкусно. Даже не хуже, чем в том же таноке, честно сказать. Да ладно, а хуже, чем в таноке, конечно. Не хуже. Хуже. Ну, чуть-чуть. У меня в таноке там прям ресторан, здесь больше, как столовая. Ну, вкусно, да, нормально. Достаточно достойно. За эту цену. За эту цену, тем более. Я давно здесь не кушал. Вообще классно. Вкусно, да? Му-ру-ру, мо-го-ло, мо-го-ло. Обучение английского языка. Мы вели, мы вели. А ну, вообще-то не... Паш, паш, пе-пе-пе. Пис, 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 пис. Мое любимое. Это без сестра. Стузну, стусно, стесно, стисни, стисни. Отлично. Мне этого реально скажут все. Нет, это разъемка просто подставляет разные гласные в одну фразу. Для того, чтобы разминать артикуляционную форму. Корабли лавировали-лавировали, да так и не выловили-лавари. Корабли лавировали-лавировали, да не выловили-пле. А что я-то? Корабли лавировали-лавировали, да не выловили-пле. Упражнение в углу от буквы «Д» мы произносим на украинский манер. «Д» мы просто подключаем нашу грудь в «Д» и просто все учреди, потому что наша Галя некая выловка зарабатывает миллион. Теперь мы говорим «Ого!» 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 «Это наш обычный язык!» «Ого!» «Миллион серебряно зарабатывает!» «Ого!» «Ого!» «Миллион!» «Ого!» 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!